а здрасьте друзья всем привет продолжается золотой колос и перед началом хотелось бы немножко поговорить за жизнь знаете ли что-то последнее время очень много стало комментариев на тему того что серии короткие не нравится это никому и после этого я психанул немножко да и записал сквозной ролик на 40 минут без монтажа и без всякой херни на которой я потратил 40 минут на запись и три минуты на монтаж про рендер и про все остальное я не буду говорить уже потому что это моих усилий не требует и после всего этого дерьма появились вот такие вот комментарии и народ я на самом деле вообще охренел с этого вы чё вы серьезно мать вашу неужели вам такое дерьмо нравится гораздо больше чем серии когда что-то делается когда только нужная информация когда монтаж заморочки сценарий в конце концов полезная информация народ вы чё я короче не знаю как вы может быть это дерьмо действительно кому-то понравилось но блин такого говна youtube весь он набит я себе такого позволить не могу и такого делать не буду поэтому ребята уж извините я грех на душу брать не хочу я считаю что контент такого плана когда взял 30 минут поиграл и выложил как есть и когда ничего не произошло это говнище сраная я не могу такое делать мне совесть не позволяет поэтому будет так как было раньше это так единожды акция короче было и насчет длины серий то объясняю последний раз я пишу сценарий примерно что нам надо сделать за эту серию а потом это видео записываю а потом я его монтирую и я не могу изначально знать насколько длинным она получится но может получиться и на 30 минут и на 10 в зависимости от монтажа потому что смотреть 10 минут просто как комбайн ездит мне кажется это не в кайф поэтому давайте закроем эту тему и за мои старания влепим лайкусик и больше к этому дерьму возвращаться не будем и насчет того что ролики редкие и короткие то просто ребята подумайте о том что есть очень много закадровых работ которые нужно выполнять чтобы однообразия сраного не было чтобы не было 500 роликов про то как там идет одно и то же это не интересно на хрен никому и мне приходится этим заниматься это раз во вторых иногда у меня получается записать серию за час а иногда уходит на это часа четыре чтоб потом выкатить вам 20 минут материала плюс монтаж тоже время занимает кроме всего этого у меня есть личная жизнь и некоторые потребности например мне как обычному человеку хочется спать и это занимает часов 8 в день например ну так если по-хорошему брать а еще мне как обычному человеку хочется кушать если у вас мамка вам ходит на работу и делает вам пожрать и у вас много свободного времени есть то мне увы приходится ходить на работу и это занимает еще больше десяти часов в день если мы сложим 8 плюс 10 получим 18 а в сутках всего 24 часа у меня остается 6 часов свободного времени и это все уходит на то чтобы покушать добраться домой с работы какими-то своими делами позаниматься в общем я к тому что физически невозможно делать видео каждый день это невозможно физически на подготовку одного ролика уходит больше 6 часов а мне еще хочется отдыхать или что-нибудь такое делать короче ладно все мы эту тему закрыли я свое нытье прекращаю просто немножко думайте головой вы бесплатно смотрите все это дерьмо я ни копейки не получаю ну ладно там копейки я копейки получаю в том-то и дело я не могу жить на это говно поэтому вот в общем то ладно все погнали приятного всем просмотра в общем то народ что мы сегодня будем делать по названию серии вы наверное уже догадались что у нас пассивная и здесь не просто так стоят вот эти вот замечательные трактора с сейлками и удобрялками мы сегодня действительно будем сеять правда на самом деле я еще не знаю что мы будем сеять у нас нет контрактов контракты появятся у нас в 8 утра но предварительно нам нужно завершить те контракты которые у нас уже взяты прошлый раз мы выполнили контракт на баклажаны и у нас остался висеть еще подсолнечник и пшеничка и для этого нам опять-таки потребуется наш любимый поезд который стоит вот в этом замечательном ангаре единственное нужно будет сейчас перецепить вагоны потому что нам нужен локомотив и вагоны которые стоят на левом пути там у нас стоят зерновые вагоны только я что-то не понял прикола почему нас подцеплено здесь два вагона странное дерьмо ну да ладно в общем то заводим поезд и пока он заводится и прогревается мы смотрим что у нас за контрактики у нас есть соя и пшеница свою нам нужно отвести на мясокомбинат и хороший вопрос ведут ли туда рельсы еще у нас есть пшеница пшеницу нужно отвести на ж.д. станцию это в принципе точно не проблема ж.д. станция у нас подведена к путям а мясокомбинат мы сейчас посмотрим где он находится мясокомбинат у нас находится около мельницы туда тоже идут же до пути которые на мельницу идут так что мы можем это все сделать на поезде и это меня радует единственное сначала нужно перецепить вагончики поэтому давайте сначала сделаем именно это соответственно друзья в первую очередь повезем пшеничку и соответственно в наш поезд влезет только пшеничка две культуры сразу нам не влезет такая вот сложная жизнь у нас ничего не поделаешь так что ждем пока заполняются вагончики последний вагон мы сыпем 81 куб всего лишь потому что вести это все обратно смысла никакого нету с учетом того что мы сейчас встретили поезд могут быть заняты пути хотя они уже освободились поиск скорее всего припарковался около ж.д. станции пассажирской там пассажирский поезд был пока мы тут занимались всеми этими перегонами мы его там в общем то видели ж.д. станции четвертый путь вот что нас интересует сейчас именно туда высыпаются всякие сыпучие вот эти вот хреновина у нас уже все почти заполнилось почти забилось 75 кубов 76 так что включаем первую передачу повышенную и полетели прямо на ж.д. станцию и вуаля друзья контракт на поставку товара пшеница выполнен 115 тысяч сумме мы где-то заработали с него в принципе неплохо за пшеницу вообще неплохо сейчас же наша задача по-быстренькому сгонять за соей опять-таки на нашу базу и привести ее всю на мясокомбинат поэтому меньше слов больше дела выбираем себе маршрут с ж.д. станции четвертый путь на ферму и полетели наполняемся там и везем все на мясо комбинат Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот друзья, вроде как мы все сюда привезли, поезд мы глушим, высыпаются последние бобы, можно в принципе отсюда свалить, надо будет все-таки покупать еще вагоны для этого самого, зерновые короче для поезда, нужны они нам, хотя с другой стороны и валероны могут справиться, так что все нормально. В общем-то здесь мы еще около 130 тысяч получили и у нас есть на балансе 957 тысяч, и сейчас мы будем их тратить, правда не прямо сейчас, для начала нам нужно набрать контрактов, потому что контрактов нету и мы даже не знаем, что нам нужно выращивать, а что нам не нужно выращивать. Поэтому мы мотаем время и идем на биржу контрактов. 7.59 утра на часах, и соответственно сейчас откроется вот это замечательное здание, давайте открывайтесь, мать вашу, вот так вот. Соответственно что мы можем взять, нас интересуют конечно же в первую очередь контракты, есть аж 3 контракта на клубнику, по вполне привлекательным ценам, слушайте мне это нравится, главное по времени, чтобы они там были дня на 3 хотя бы, вот 29 часов это плохо, 79 часов это хорошо, 91 куб клубники мы можем вырастить за сутки, так что возьмем. Берем в общем-то все, почему бы и нет, насыщенность рынка всего 14%, всем внезапно понадобилась клубника, поэтому мы берем, берем все, клубника это хорошо, клубника это прибыльно, несмотря на то, что мы сейчас все деньги потратим на рассаду, в общем-то ничего страшного, как-нибудь проживем. То, что время выполнения 29 часов, это вот не самая прекрасная конечно затея, ну да ладно, соответственно что есть еще, контрактики, томаты есть для тепличек, сколько там, 81 час, тоже хорошо, мне нравится, берем значит и его, 419 кубов, жирновато да, здорово, мне нравится. И у нас есть еще целых два поля, одно поле мы конечно рисовые чеки будем этим самым рисом, а два других будем чем-нибудь другим засевать. И хороший вопрос чем? Опять-таки можно взять пшеничку, но пшеничка это слишком просто, пшеничка уже надоела, и ценник тут 369, он такой себе, вот есть канола по 657, это уже неплохо, хотя могло быть и лучше. Кукуруза 319, это тоже хороший ценник в принципе, рыночная цена 379, по рыночной цене почти практически, да, в принципе нормально, если так брать. Рожь тоже не шибко дорогая, свеклу картошку пока что сеять я не очень хочу, ячмень есть, но тоже не очень дорогой скажем так. Или как вариант можно взять какую-нибудь гигантскую поставку, хотя нет, не вариант, не хочу. Давайте канолу на самом деле, 56 часов больше двух дней засеем, если там будет мало, то и хрен с ним на самом деле. Так что принимаем, принимаем канолу и можно идти тогда в садовый центр закупать семена, потому что у нас не все есть то, что нам надо. А ну-ка пошли нахер отсюда котяры. Для начала друзья покупаем семена, которые будем возить на нашем замечательном Урале. Для того, чтобы все засеять канолой, нам нужно 6 поддонов с семенами, надо посмотреть есть ли у нас семена канолы, мне кажется что нету. И кстати можно заодно посмотреть семена риса, это у нас склады на ферме и семена. Канолы у нас нету, а рис у нас есть, 2,7. В общем-то один поддон с рисом тоже надо купить. Удобрения у нас есть, так что удобрения мы покупать не будем, жидких надо купить для теплиц. В общем-то 6 поддонов тогда мы берем с канолой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пока нифига мы не взяли, да? Три всего получилось из-за того, что у нас здесь Урал стоит. Ничего страшного, сейчас мы это все дело быстро исправим. Берем еще три и перекидываем их тоже на кузов. Слава автоподвору! А да, кстати мы выгрузили здесь еще один поддон с удобрениями. Вот можно его тоже взять с собой, закинуть. Пускай стоит. И надо взять еще жидких удобрений, я не знаю, поддончика 3, можно даже 4. 8 кубов, пускай будет. Жидкие удобрения, знаете ли, это такое. Единственное, надо сразу их выгрузить из садового центра и отвезти на ферму. Точнее отвезти на теплички. Самое обидное то, что это падло может не поместиться к нам на этот самый. Не, поместится, все замечательно поместится. Выгружаем на поддон оставшиеся и можно это меню закрывать и грузим. Как раз у нас все получилось. За рассадой приедем во вторую ходку. Надо будет посчитать еще сколько нам надо будет рассады. Привязываем это все дерьмо ремнями и поехали на ферму. Все это дело там выгрузим. Черт, у нас случилась неприятность. И что теперь делать? В общем-то Урал поставить на ноги получилось легко и просто. Сейчас бы еще хорошо получилось бы все это дело тоже на ноги поставить. То есть на колеса. И теоретически должно получиться. Ну же, давай. Становись, падла. Не люблю я такое. Да, Шумахер из меня так себе. Кстати, скоро начнется сезон Формулы 1. И выйдет игрушка новая. Формула 1 2020. И у нас будет карьера. Будем стримить и пройдем весь сезон. Ну, по крайней мере, мне хочется. Ну же, давай, падла, переворачивайся. Я же знаю, ты хочешь. Тебе же удобнее будет стоять на колесах. Че ты начинаешь? О, красавчик. Ну, твою ж мать, а. Жизнь-боль. Иннокентий у нас не такой сильно, как был Василий на Зеленой долине. И ворочать техникой он не может, увы. Ну, давай. Ну, пожалуйста, падла. Ладно, жахнем с разгона. Может быть, что-нибудь из этого дерьма получится? Вот, нормально. Стой, только не переворачивайся, пожалуйста. Спасибо. Аллилуйя. Все, цеплили, цеплили. Цепляемся, да. И погнали дальше. В первую очередь заедем вот сюда. И выгрузим здесь эти самые удобрения, которые у нас жидкие. Надо только открыть менюху и посмотреть, выгружаются ли они. А то, знаете ли, нихрена они не выгружаются. Видите, как бывает. На самом деле, правильнее будет их снять с этого прицепа. Хотя, вроде, что-то идет. Подождем, пока идет, лучше подождать. Просто триггер может ловить семена, например, выше, а они сюда не принимаются. Да, вот из этого что-то даже чуть-чуть вылилось. В общем-то, давай, выгружайся, а мы поедем. У нас есть еще другие дела. И где-то потерялось целых 2 литра удобрений. Но вот, вашу мать, как это работает? Обидно, знаете ли. 2 литра удобрений, это не хухры-мухры. Подъезжаем к нашему складу. И здесь-то точно все должно выгружаться. Потому что сюда принимается все. Отсоединяем ремни. Какое-то странное дерьмо. Но выгружается, в общем-то. Поддоны исчезают. И это хорошо. Вопрос, какой из них выгружается. Они в непонятной очередности какой-то, видите, выгружаются по очереди. Ну и ладно. В общем-то, главное, что выгружается. Главное, что у нас теперь есть семена. И мы можем начинать посев. Как говорится, что посеешь, что и пожнешь. У фермеров вообще никакого смысла эта поговорка и народная мудрость не имеет. Но она, как никогда, правдива. Давай, выгружайся, падла. Быстрее. Я сказал, быстрее выгружайся. Молодец. Можно вот это вот дело сюда отогнать. И, в принципе, припарковать здесь. В общем-то, друзья, у нас валерончики поехали работать. Наша любимая оранжевая вальтра сейчас сеет канолку. На 6-7 поле, когда закончит здесь, поедет на 37-е. Там у нас тоже будет расти канолка. В общем-то, у нас большой контракт на нее. И, скорее всего, что-нибудь даже останется. МТЗ-ха, соответственно, ездит и поливает 37-е поле удобрениями. Сейчас здесь второй слой будет. После посева надо будет еще раз это все дело опрыскать. И 6-7 поле тоже после удобрения надо будет, точнее, после посева еще раз опрыскать удобрениями. Чтобы было три слоя и было дохренище урожая. Ну а рисовыми чеками занимается наш Нью-Холланд с маленькой сейлкой. Три поле, в принципе, у нее не так много времени уйдет. Сразу же он все это удобрит. И здесь больше удобрять нихрена не надо будет. Здесь уже все хорошо. Так что с посевом мы разобрались. Погнали на садовый центр. На садовом центре нам, друзья, надо купить рассаду, которую мы на этом замечательном Урале сейчас повезем и засеем. Только хороший вопрос, сколько всего рассады нам надо купить. Для этого мы обратимся к нашим активным контрактам. И посмотрим, сколько всего нам нужно вырастить. И посчитаем. Соответственно, нам надо вырастить 302 куба клубники. Правда, у нас, наверное, сколько-то уже есть. Это не склады, а заводы. Тепличный комплекс. Клубника. Есть 66 кубов. Соответственно, вырастить нам нужно 236 кубов. А с одной теплицы у нас получается 32,6 куба. При хорошем раскладе. Если мы возьмем в руки калькулятор и посчитаем, то получим, что нам нужно 7 и 2 ящиков рассады. То есть 8 ящиков рассады нам нужно обязательно. И это, скажу я вам, довольно-таки много. И дорого. Дорого-богато. Но ничего не поделаешь. В общем-то, берем 1, 2, 3, 4, 5. Сколько тут? 5 получилось, да? Только взять. Нет, 6. 6 мы взяли. Еще, значит, 2 надо взять. Сначала погрузим вот это на Урал. Потом будем докупать. Плюс нам еще томаты надо брать. Томаты это самое дорогое. Ладно, шутка. Клубника самое дорогое. Но томатов нам тоже надо много. Там большой контракт висит на 400 с копейками кубов. 419, по-моему. Так что сеем сначала клубнику. Точнее, грузим. Хотя и садить мы тоже, скорее всего, клубнику сначала будем. Потому что там один контракт прям небольшой на 30 часов всего. Так, 6 поддонов есть. Отлично. Сейчас мы возьмем еще. Еще 2 берем. И все, денег больше нету. Было почти миллион в начале. А сейчас... Ой, давай-ка это самое. Не это самое мне. Да. Вот это мой русский язык. Не могу двух слов связать. Хотя, конечно, кто бы говорил. Но да ладно. С этим у нас все понятно. Клубника есть. И мы ее засеем. Засадим. У нас есть еще контракт над томатой. 419 кубов. Нам надо вырастить. И 41 куб у нас уже есть. То есть вырастить нам надо всего лишь 378 кубов этих самых томатов. Томаты же у нас дают по 130 примерно кубов с одной теплицы. Соответственно, 3 поддона нам хватит вообще за глаза. Поэтому мы берем 3 поддона с рассадой томатиков. Она не такая дорогая эта рассада. Где они? Вот они. Тоже грузим. Да мать твою. Что ж ты не попадаешь-то? Во. Залазит. И последний тоже залезет. Как раз ровное количество. 11 поддонов. И у нас 11 обмещается. В общем-то, поехали на тепличный комплекс. И на тепличном комплексе нам нужно все это дело засадить. Правда, опять-таки валероны будут это все делать. Во-первых, нужно внести удобрения. Это раз. У нас везде грунт третьего урожая. Надо будет уже скоро его менять. Но ничего, у нас он есть. Сейчас главное не это. Сейчас нам надо посмотреть, что мы будем сеять первое. У нас есть вот 28 часов контракт на клубнику. Это надо делать прям оперативно. И 80 часов на томаты. В общем-то, засеиваем все клубникой. А на второй день сеем томаты и оставшийся потом с клубничкой. И это, в общем-то, будет самое правильное решение. Благо, можно вот так вот просто взять, проехать аккуратненько. И оно все само засеется. Валерончики засеивают. Правда, блин, по 2000 в день они берут за теплицу. И вот, 4 поддона, твою мать. У нас осталось. В общем-то, бросим их просто здесь. И Урал можно бросить просто здесь. Он нам в ближайшее время вроде как не сильно-то понадобится. Вот так вот. Пускай лежит. Можно даже на всякий случай привязать ремнями. Или не стоит. Пускай, короче, так просто лежит, да. Ветром вроде как не сдует. Так что, друзья, с контрактами мы разобрались. С посевом мы разобрались. Все, что сами должны были посеять, все посеяли. Посадили. То, что валероны сеют, они уже сеют. И, в общем-то, без нашей помощи доделают. В общем-то, друзья, не забывайте про лайкусики. Давайте соберем прям их очень дохренище, как раньше. Давайте тысячу. Слабо? Знаю, что слабо. Докажите мне, что нет. И черканите какой-нибудь комментарий. Мне будет приятно. Если вам нечего сказать, просто напишите что угодно. У меня, в общем-то, на этом все. С вами был Никита Дилей. Всем пока-ки.